Как это происходит на практике и кто эти люди, которые творят добро своими руками, вот давайте с ними познакомиться поближе. Наталья Хромых, директор волонтерского центра «Доброе дело», Дарья Шрейдер, активистка и волонтер центра «Доброе дело». Доброе утро. Доброе утро. Доброе дело, кажется, этим сказано все. Тем не менее, хочется понять, о каких добрых делах идет речь, как устроен волонтерский центр и как он функционирует. Наш волонтерский центр уже ему 20 лет в этом году будет, соответственно. Мы уже очень долго привлекаем молодежь, привлекаем людей для того, чтобы они делали добрые дела. Начиная от выполнения социальных заявок и по сильной бытовой помощи людям, которые в этом нуждаются, заканчивая крупными мероприятиями, которые проходят у нас в городе, волонтеры в том числе участвуют в них. Понятно. Дарью вы тоже в свое время привлекли. Конечно. Дарья, как вы попали в эту историю, как давно и какую часть вашей молодой цветущей жизни в общем занимает волонтерство и благотворительность? Ну, начнем с того, что в волонтерский центр «Доброе дело» я попала в сентябре этого года. О, недавно. Да, я пошла на образовательный форум Академии волонтерства, который организует КВЦ «Доброе дело» с целью привлечения волонтеров и с образовательной целью обучить волонтеров, что это такое волонтерство и как функционирует, соответственно, их центр. После чего я загорелась очень сильно этим делом, и уже после этого меня позвали на слет волонтеров, которые также организуют «Доброе дело». Это мероприятие масштабное, туда собираются лучшие волонтеры города Красноярска и уже разрабатывают какие-либо проекты с целью привлечения также новых волонтеров и с целью функционирования между волонтерами и специалистами «Доброго дела». И меня тогда сразу же позвали этим лидером, чтобы я смогла проявить свои личностные качества и попробовать в роли руководителя и лидера команды. Вот так вот сразу? В полях особо и не поработали? Да. Слушайте, но тем не менее, вот какая-то практическая ваша деятельность, которая касается непосредственно работы с людьми, которым не хватает добра или какой-то помощи? Больше всего я занимаюсь событийным волонтерством, так как это приносит мне очень много положительных эмоций, которые запоминаются мне потом надолго. И самая классная функция, в которой я попробовала себя, это атташе команды, когда тебе дают большую, огромную команду либо спортсменов, либо танцоров, либо других очень крутых ребят, и ты с ними проводишь 24 на 7 свое время, уделяешь им все свое свободное время, решаешь все их задачи, все их вопросы и сопровождая их уже, соответственно, на мероприятии. Ясно. Наталья, не могу сказать, что Дарья, вот какое-то уникальное явление. Тем не менее, вот современная молодежь, там без слез не взглянешь, у них довольно другие интересы просто. Они никак не связаны с тем, что надо жить не для себя, помогать другим. Все зациклены на собственном развитии, на собственной карьере и так далее. Тем не менее, вам где-то удается находить вот таких, как Дарья. Я хочу понять, как устроена работа по селекции, по поиску, по обнаружению вот таких положительных персонажей. Хорошо. Смотрите, я немножко не согласна с вами. Конечно, да, всегда молодежь направлена на себя. Позвольте мне по-стариковски так вот это. Но в любом случае, у разных людей свои мотивы вступления в волонтерскую деятельность. Конечно, у кого-то это как раз развитие личностных качеств, себя, то, что пригодится ему в будущем, так скажем. Кто-то, это просто отдушина для того, чтобы ты помог доброму человеку, и тебе хорошо, собственно, да? Как мы привлекаем людей? Мы постоянно проводим презентации в школах, постоянно рассказываем о себе, в наших соцсетях, везде, где можем, собственно, да? И если людям это откликается, конечно, они приходят, они приходят в разные направления. Как Даша пришла в событийное волонтерство, кто-то приходит выполнять реальные социальные заявки, приносит лекарства домой людям, продукты домой. То есть сейчас эта акция, вот мы вместе. Очень много людей, в том числе, и в ней. Ну, как молодые люди попадают к вам, я понял. А как люди, которые нуждаются в помощи, могут сказать, понимаете, мне нужна помощь? Вот как к вам обратиться? Ну, вы знаете, мне кажется, за 20 лет наша уже как бы репутация есть в городе, и, соответственно, уже при поиске там учреждения, которые этим занимаются, люди уже понимают, что есть такой центр, то есть в поисковике вбивает там и так далее. Ну, и мы очень много работаем с соцсферой, то есть с соцзащитой, например, да, и уже соцзащита в том числе в курсе нашей деятельности, и, соответственно, они уже передают эту информацию тем, кто в этом нуждается. Ну, и, соответственно, сарафанное радио уже тоже работает. Ну, что сказать, спасибо вам огромное за вашу работу. Я бы рад сказать, что мир становится лучше, и счастливых людей становится больше, но, скорее всего, это не так. И без работы вы не останетесь. Ну, быть нужным, это, кстати, тоже радость и добро. Большое спасибо. Еще раз напомню, Наталья Хромых, директор волонтерского центра «Доброе дело», Дарья Шрейдер, активист, волонтер лучший, по ее словам, и это тоже хорошо. Центр «Доброе дело». Спасибо.